Всем привет, друзья! Европейские визы скоро станут в цифровом формате. Так вот, оформление шенгенских виз для граждан третьих стран, которые не имеют права на безвизовый заезд на территорию Европы, для них планируют перевести вот эти визы в онлайн формат. Об этом уже сообщает портал schengenvisa.info.com. Ссылку оставлю в описании под видео. Так вот, европейские институты предварительно уже согласовали вот эту процедуру получения таких виз через интернет и обещают, что через некоторое время они уже воплотят вот эту идею в жизнь. Так вот, как же будет выглядеть вот эта шенгенская виза и какая новая технология, как она заработает, давайте разберемся в данном видео. Так вот, официально заявлено, что основанием для внедрения вот этой системы оформления виз через интернет стали вот такие вот вызовы, которые связаны с миграционной обстановкой и как следствие с безопасностью Европейского Союза. Свою роль сыграла и пандемия COVID-19, которая значительно замедлила вот эти все визовые операции и обнажила потребность в большем количестве цифровых процедур. Так вот, данный законопроект цифровых виз, он был предоставлен Еврокомиссии еще 27 апреля 2022 года. А вот буквально несколько дней назад уже стало известно, что Евросовет и Европарламент, они согласовали вот эти правила оформления таких виз онлайн. И новый регламент, в частности, вводит возможность подачи заявления на визу через интернет и заменит вот такую текущую визовую наклейку уже на специальную цифровую визу, которая будет выглядеть в виде такого двухмерного штрих-кода с криптографической подписью. Именно такой формат, по мнению авторов проекта, должен облегчить, во-первых, этот процесс подачи заявления на визу, а во-вторых, упростит административную процедуру и, конечно же, повысит безопасность шенгенской зоны, в том числе за счет снижения риска подделки. Поэтому, друзья, вот такая новость. Касается, это, во-первых, только шенгенских виз. Что же касается национальных виз, то есть рабочих виз, то на данный момент изменений пока не предвидится. Поэтому это касается шенгенских виз. Но сама новость, сама тенденция говорит о том, что сейчас все больше направленность на именно электронные визы. Как вы заметили, это электронные деньги, электронные визы, то есть переход больше в электронные системы. Что, конечно же, повышает. Это, конечно же, уровень безопасности. Но некоторые люди все так же боятся вот этого электронного мира, предпочитая все-таки это бумажные деньги, бумажные визы, бумажные паспорта и так далее. Поэтому напишите в комментариях под видео, приверженцы чего вы? Бумажного либо электронного. Будет интересно почитать. Ну что же, на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи на следующих видео. Всем пока!